Всем привет! Я сегодня хочу сшить постельное белье своему сыну. Я эту ткань покупала давно. Вот у меня лежит сантиметр, но я буду, в общем, сшить не по нему. Я буду мерить. У меня полутораспальня одеяла. И кровать полуторка. Тоже полутораспальня. В общем, я постелила старый пододеяльник. У меня пододеяльник достаточно большой. Тут больше двух метров. Вот, 10 сантиметров, 15, наверное, больше. Но я буду кроить точно по этому пододеяльнику. Потому что после стирки эта ткань сядет и будет как раз на одеяло. Ну, в общем, приступим. Я сложила ткань по длине. Вот, это у меня будет на пододеяльнику. Здесь у меня шва не будет. Вот. Сейчас я вот здесь отрежу. Вот. У меня вот так получается. Я сложила ткань и сейчас я ее разрежу. Вот. Это у меня будет пододеяльник. Вот я скроила, значит, пододеяльник. Я... Вот это у меня пододеяльник. Вот. А это сверху простынь. Я просто положила отрез материала, прибавила на швы. Я обычно простынь делаю чуть-чуть больше, чтобы ее можно было хорошо заправить. В общем, вот настолько я прибавила. Вот. В общем, вот здесь у меня получился пододеяльник и простынь. Очень... Три минуты буквально. Я никогда не меряю сантиметром. Потому что мне так удобно и быстро. И вот так я скроила наволочкой. Просто положила ее, сделала при пуске на швы. И все. И отрезала. Потом за счет я ее опущу вниз вот здесь. И получится у меня вот здесь вот так для наволочки. Будет очень хорошо и красиво. Сейчас, в общем, скрою еще одну наволочку. И посмотрю, сколько у меня ткани осталось. У меня получилось вот три наволочки. Наволочки лишними никогда не бывают. В общем, вот я скроила три наволочки пододеяльник. И простынь. И у меня осталось еще вот такой кусочек ткани. У меня вот такая вот обыкновенная машинка. Вот. В общем, я шью пододеяльник. Вот. В общем, вот снимать неудобно совершенно. Но я попробую. Я не летаю. Потому что, как привыкла, уже мы раньше и сетки сшили на продажу. Нам привозили краюные уже и брюки. В общем, и мы сшили так без наметки. Поэтому уже привыкла. Строчу сразу. Вот. Я, значит, прострочила по бокам. Здесь я обязательно закрепляю. Закрепляю. Здесь я тоже закрепила. Отступила немножко. Вот. Здесь я тоже закрепила. Здесь у меня дырка для одеяла. Вот. В общем, обыкновенный мешок. И здесь опять закрепила, чтобы не расползалась. Вот. Здесь я постельный шов не делала. Потому что здесь идет кромочная. Просто немножко отступила. Потому что она немножко такая жестковатая. Вот. А здесь, где уже вот сыпется ткань, я, значит, шью вот таким постельным швом. Вот. Я вдвойне закручиваю и прошиваю. Вот. Вот сейчас я шью просто. Просто подворачиваю. И вот так прошиваю. Вот. Ничего страшного. Если здесь вот немножко отступлено. Потому что подвернуто она не расползется. Подвернуто она вот до конца. То есть она даже будет идти, шов будет идти посередине. Ничего страшного. Она не расползется. Вот. Этот край я уже тоже подшила. Вот. Осталось чуть-чуть. Я начала шить на авольчике. В общем, прошиваю вот бока. Потом, когда разложу, покажу, что я прошила, где. Вот. Вот так вот прошиваю. Я вот так сложила свою наволочку. Сантиметром мерила. В общем, немножко вот подрезала неровности. Потому что я это на глаз резала. Вот так вот я сложила свою наволочку. И вот эти места вот я показывала. Вот подшивала здесь и здесь. Вот. Теперь я сложила наволочку аккуратненько. Везде померила сантиметром. В общем, подровняла. Вот. Теперь, значит, я буду прошивать. Прошивать вот эти вот края. Прямо с лицевой стороны. Вот с двух сторон. Сейчас буду здесь прошивать. Прямо вот так, как сложила. Так вот и буду прошивать. Вот. Померила. У меня везде 72 сантиметра. Вот. Я прошила с лицевой стороны наволочки. С двух сторон. С этой стороны и с этой. Вот. Сейчас я их выверну. Наизнанку. И прошью с изнаночной стороны. И у меня наволочка будет готова. Вот я вывернула наизнанку. Вот так у меня здесь получилось. Сейчас я по краям вот здесь буду пришивать. Вот. С обоих сторон. Здесь вот так прошью и с той стороны. Вот у меня получится наволочка. Вот таким способом я буду шить все наволочки. Ну вот у меня получилась наволочка. Я прошила, вывернула наизнанку. Вот. Ну такая вот неплохая получилась наволочка. Все аккуратненько. У меня такие подушки маленькие, небольшие. Поэтому я шью по размерам своих подушек. Такая вот получилась наволочка. Ну вот я прошиваю с изнаночной стороны. Вот такие вот у меня получаются швы. Вот. Нитки у меня тоненькие. Это хлопок с шелком идут. Потому что хлопковыми нитками я ничего не шью. Они рвутся постоянно. А это крепкие ниточки. И такие аккуратненькие. Вот такой шов аккуратный получается. Вот. В общем вот так вот это. Сейчас дошью наволочки. У меня будет готов комплект. Шью я на троечке. Шаг у меня вот три. Я начала сначала на дворке. Но очень это. Близко. Я решила на троечку поставить. Нормально так. Я все время так шью. И так что это. Не распарывается. Долго держится. Ну вот у меня получился комплект постельного белья. Две наволочки. Пододеяльник и простынь. Вот. Я сделала все как надо. В общем как раньше шили. Такие наволочки. Вот. Я хочу показать. Вот я купила у нас в нашем магазине. Это хлопок. Как было написано. Ну. На хлопок вроде похож. Но он такой тонюсенький. Вот. Этот намного толще. Это тоже хлопок. Это я. Это. Вот эту ткань я покупала. В пензе. В ивановских тканях в магазине. Вот. А это уже готово я купила. Ну. Было написано хлопок. Ну. Что-то. Как-то вот он даже поблескивает. Мне кажется он. Как синтетика. На синтетику больше похоже. И наволочка сшита. Это вот совершенно по-другому. Вот так вот сшита наволочка. Вот. Вот. В общем. Вот такой комплект я купила. Вот этот комплект я сшила сама дома. Вот. Мне очень он плотный. Хороший. Рисунок я сама выбирала. Вот. Ну. Всем пока-пока. И так вот. Так вот. Продолжение следует...